Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Баэйшев, мы всё ещё не закончили вопрос о продаже Юсефа, но уж на этом уроке должны закончить изучение этого вопроса. Я снова зачитаю отрывок Торы, который об этом говорит, 37 глава, начиная с 23 стиха. И было, когда Юсеф подошёл к братьям, они сняли с него рубаху, его цветную рубаху, которая была на нём, и взяли его и швырнули в яму. А яма была пуста, воды в ней не было, весели они есть хлеб. И подняли свои глаза и увидели, вот караваны шмутян приближаются с гильада, с верблюдами, гружёными пряностями, бальзамом, ладаном. Они шли, чтобы отвезти это в Египет. И сказал Еуда своим братьям, какая нам выгода в том, что мы убьём нашего брата и скроем его кровь. Давайте продадим его и шмейльтянам, и нашей руки не будет на нём, ибо он наш брат, наша плоть. И братья прислушались к нему. Меж тем меденитяне-торговцы проходили мимо, и потянули, и вытащили Йосефа из ямы, и продали Йосефа и шмейльтянам за 20 кусков серебра, и они привезли Йосефа в Египет. Вернулся Рувен к яме, и вот Йосефа нет в яме. И разорвал он свои одежды, потом он вернулся к своим братьям и сказал, ребёнка нет, а я куда же я пойду. Вот этот отрыв. Первую часть его мы очень подробно разобрали на предыдущих занятиях, а сегодня вторую часть. Так, после того, как по совету Рувена братья бросили Йосефа в яму, дальше сказано, и сели они есть хлеб, и подняли свои глаза, и увидели, вот караван и шмейльтян приближается из геляда с вороблюдами, гружёнными пряностями, бальзамом и ладаном, и они шли, чтобы отвезти всё это в Египет. Итак, то, что братья увидели, аравируш подчёркивает здесь, и вот очень важно, то, что написано – подняли глаза, и творчество не знает, что люди сидели, ели свои бутерброды и случайно заметили – ух, оказывается здесь караван идёт. Выражение «подняли глаза» никогда в Торе не встречается в случае такого случайно брошенного взгляда, это всегда направленный взгляд, который человек направляет для того, чтобы когда он ищет что-то, когда он пытается что-то найти. То же самое здесь. С одной стороны, братья сели есть хлеб, понимали они, что, в общем-то, они сделали, может быть, очень неприятным, но как они считали, правильный взгляд. И будем сейчас входить снова, повторять все их аргументы, почему они считали необходимость избавиться от Юсефа правым делом. Но, в общем, они сделали правое дело, но вместе с тем, где-то в глубине души всё-таки что-то не даёт им покоя. Время от времени они переводят взгляд на яму, где сидит сейчас их брат. Ищут разрешение того конфликта, в котором они оказались, конфликта между правым делом, с одной стороны, как они понимали, и между сердцем, которое разрывается при вспоминании о том, что родной брат находится там, в глубине я. И вот они видят караван Ишмаильтян. Караван Ишмаильтян, очевидно, идёт с востока, направляется в Египет. Ну, если я просто понимаю продолжение, это значит, что была идея продать его Ишмаильтянам, и ему он был подан. Так предлагает Иуда. Давайте продадим его Ишмаильтянам, и наши руки не будет на нём, ибо он наш брат и наша плоть. Подчёркивается здесь, что именно Ишмаильтянам… Снова я здесь обращаюсь к комментарию Равирша. Равирша, ведь Ишмаильтяне, какие Ишмаильтяне? Рабы, то есть потомки Ишмаиля, родственники, двоюродные братья. Поэтому, поскольку это родственные плены, это не просто какие-то купцы, которые готовы торговать человеческим товаром, поэтому была надежда на то, что они, во-первых, будут обращаться с Юсефом по-человечески, это раз, во-вторых, скорее всего, они увезут его к себе домой, куда-нибудь туда, в Аравию, и поэтому достигаются здесь две цели. На первый взгляд, идеальное решение. С одной стороны, сбываем Юсефа с рук, и он уходит далеко-далеко, и уже из Аравии, понятно, не будет известно о том, где он находится и что с ним, а с другой стороны, мы будем уверены, что обращаться будет с ним по-человечески, по-русски, но всё-таки родич. Так что продаём и шмельтянам. Ну и в дальнейшем написано. «И продали Юсефа и шмельтянам за 20 кусков серебра, и они привезли Юсефа в Египет». Ну, я понимаю, и шмельтяне, они, собственно, туда и направлялись. Но вот откуда здесь вылезает вдруг ещё, вылезают ещё меденитяне? Если я внимательно читаю текст, сказано так, братья прислушались к нему, братья приняли Совет Иуды. «Меж тем меденитяне торговцы проходили мимо, и потянули, и вытащили Юсефа из ямы, и продали Юсефа и шмельтянам». Так идея была продавать и шмельтянам. «Вытянули, продали и шмельтянам». Откуда взялись меденитяне? Это что? Это что ещё такое? Что они здесь делают, меденитяне? Этого мало. В дальнейшем сказано так. В конце 37-й главы написано так. «А меденитяне продали его в Египет Патифару, цередворцу фараона, начальнику телохранителей». Об этом ещё речь впереди. Так кто же продал Юсефа в Египет? Меденитяне. Это как-то вообще странная вещь. До сих пор были и шмельтяне, были меденитяне. А тут ещё появились ещё третие – меденитяне. Кто это такие? Даже если мы скажем, что меденитяне и меденитяне – это те же самые. И, кстати, тот перевод Торы Мусадоровку, который я держу, он прям так и переводит меденитяне как меденитяне, точно так же, как упомянутых раньше меденитяне. Предположим, это одно и то же. И различие в орфографии, оно не важно, быть может. Но мы считали о том, что продали его и шмельтянам, и они, и продали Юсефа и шмельтянам за 20 кусков серебра, и они, т.е. и шмельтяне, привезли Юсефа в Египет. А тут оказывается, что те, кто продали Юсефа, путевару были меденитяне или даже вообще третьи – меденитяне. Опять не сходится. Но, может, мы чего-то не помним. Идём по версии по другой. Меденитяне привозят Юсефа в Египет. Опять не получается. Потому что уже в 39 главе книги Бришитт там сказано так. А Юсеф был отведён в Египет и купил его потифар, царедворец фараона, из рук и шмельтян, которые отвели его туда. Опять и шмельтяне. Переворачиваю страницу. Один рассказано, что те, кто продали его, были меденитяне. Второй рассказано, что были и шмельтяне. Вы же было сказано, что и шмельтяне привезли его в Египет. И непонятно, откуда появился ещё. Проходил караван и шмельтян, и вдруг появились меденитяне. Как из всего этого выйти? Начнём распутывать кубок. В первую очередь обратимся к Раше. Раше пишет так. Меденитяне, торговцы проходили мимо. Это уже другой караван. И было два каравана. Сначала братья увидели караваны. Тот был караван и шмельтяна, рабов нахши двоюродных братьев. Им и собирались братья продать. Идея была хорошая. Но пока что, пока, может быть, шмельтяне эти были только где-то там на горизонте, пока появился другой караван. Другие купцы. Меденитяне. Значит, братья, получается, по Раше продали Юсефу меденитяну. А уже меденитяне, в свою очередь, продали его и шмельтянам. Продолжаю. Раше. Писание сообщает, что его продавали несколько раз. То есть, и вытащили то, что написано, вытащили его из ямы. Кто его вытащил? Сына Якома. Они вытащили Юсефа из ямы. Продали его и шмельтянам. И шмельтяне – меденитянам. А уже меденитяне – египтянам. Значит, Раше прежде всего отэждествил меденитян из конца 37 главы. Отэждествил с меденитянами. Получилось, что первая продажа – это продажа, когда братья вытащили Юсефа из ямы и продали его и шмельтянам, как здесь и сказано. И вытащили Юсефа из ямы. Кто? Вместе в виду братья. И продали Юсефа и шмельтянам за 20 кусков серебровода на первой продаже. Затем вторая продажа. Это и шмельтяне продали меденитянам, которые, упомянуты, были выше. Это уже другой караван, который шел. И те уже привезли Юсефа в Египет, поэтому и сказано в конце 37 главы о меденитяне, 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 Раше их отождествляет, продали его в Египет Патифару. Да, но что будет делать Раше с тем, что написано в следующем выборе? А Юсеф был отведен в Египет и купил его Патифару из рук и шмельтян, которые отвели его туда. А что с этим делать? Возьмем еще один комментарий. Хискуни. Пишет он так. Так, братья решили продать ему его и шмельтянам. Как и говорит послук, черным по белому, идея была и решение продать шмельтянам. А только еще прежде, чем подошли к ним и шмельтяне, проходили люди из Медьяна. Купцы. И братья продали его им. В этом уже Хискуни отличается от Раше. Про Раше первая продажа была, когда братья продали его и шмельтянам. Хискуни говорит, да нет. Братья продали его Медьянитяна. Они подошли первыми. То есть, очевидно, увидели и шмельтян издали, а Медьянитяне они каким-то образом опередили. Вышли первыми. Медьянитяне вытащили, подняли Юсефа из ямы. И пока они его вытаскивали из ямы, подошли и шмельтяне. И тогда Медьянитяне продали Юсефа и шмельтянам. То есть, не успели они его купить, прям как на обложенном рынке. Не успел купить. Тут же подвернулась возможность продать с небольшим, пусть небольшой навар, но, по крайней мере, быстро его продали. Были его срок быстренько и шмельтянам. И шмельтяне уже, в свою очередь, продали его Меданитянам. Хискуни, в отличие от Раше, не отождествляет Меданитян с Медьянитянами. Написано по-другому, значит, это уже другие купцы. А Меданитяне – Патифару. Всего Юсеф был продан четырежды. Получилось здесь больше продаж, чем у Раше. Итак, первые продажи братья продают Меданитянам. Те продают и шмельтянам. И шмельтяне – Меданитяне. Меданитяне – Патифару. Четыре продажи. Осталось пока непонятным. Почти все противоречия Хискуни устранил, кроме одного его последнего. Это мы уже отмечали и в комментариях Раше. А почему же в конце сказано, в 39 главе сказано, что Патифар купил из рук и шмельтян? Продолжая дальше Хискуни, но ведь сказано, и купил его Патифар из рук и шмельтян. А дело было на самом деле так. Братья продали его Меданитяну. Как мы сказали. Меданитяне и шмельтянам. И шмельтянам и меданитяну. И вот об этой третьей продаже не сказано особо. Здесь выясняется еще одна проблема его комментария. Ведь в принципе нигде не зафиксирован факт третьей продажи. Когда и шмельтяне продают меданитяну. Почему об этом Тур не говорил? Я только вижу, что те, кто продали его в Египет, были меданитяне. Но ведь нигде не зафиксирована эта продажа. Пишет Хискуни. Ибо в третий раз и шмельтяне продали его поспешно и тайно. Сказав, а вдруг меданитяне передумают покупать его. То есть принтер, который я уже не раз упоминал на уроках, текст Туры рисует события так, как увидел бы их сторонний наблюдатель. Поэтому те вещи, которые делаются в тайне, которые стараются уберечь от взгляда постороннего наблюдателя, они в тексте не фиксируются. Так вот эта вот третья продажа, она была тайная. В общем, так тайная. Что такого было? В чём была проблема? В чём продавать в тайне? А выясняется это в дальнейшем. Меданитяне продали его Патифару. Когда Патифар, здесь Хискуни цитируют Медраж. Правда, не говорю, что это со слов Медраж, но так именно сказано Медраж. Когда Патифар увидел красавца Иосефа в руках меданитян, удивился и сказал. Странная штука. Везде белые продают чёрных. А здесь чёрные продают белого? Это не раб. То есть Патифар быстро понял, сообразил, что здесь что-то нечисто. Не исключено, что это не обычный раб, а это краденый товар. А если это краденый товар, то это проблема. Потом придут его хозяева или его родственники, начнут устраивать скандал и потребуют у него вернуть его. И может быть им удастся действительно привести доказательства. Тогда он поднял свои деньги. Тогда он уже стал крутить носом, ему уже эта сделка стала не нравиться. И он сказал меданитянам, хотите, чтобы я купил, вы приведите мне свидетельство, что он раб. А то потом кто-нибудь пришёл, придёт и начнёт требовать его у меня. И тогда меданитяне отправились к ишмейльтянам, которые продали к ним. Что они знают меданитяне? Они знают, откуда этот парень был? Не знают. Знаем, кто нам его продал. Ишмейльтяне. Привели ишмейльтян, спросили. Раб? Конечно, раб. О чём говорят? Раб. И теперь, говорит Хесконни, мы понимаем, что значит, почему сказано, что Патифар купил его из рук ишмейльтян. Странное очень увражение. Из рук в руки покупают товары простые, движимость, которую передают из рук в руки. Можно из рук в руки продать украшения, из рук в руки можно продать одежду, можно продать еду из рук в руки, но человека не продают из рук в руки. Почему такое выражение? Так вот эти слова в оригинале, они могут выражать не только из рук в руки, они могут ещё обозначать посредством. То есть, медонитяне продали Йосефа Патифару посредством ишмейльтян. То, что сказано, что Патифар купил его из рук ишмейльтян, это не значит, что ишмейльтяне были продавцами. Нет. Он купил посредством ишмейльтян, которые поручились, что товар не краденый, что сделка честная, перед нами действительно раб, и всё кожерно, можно действительно его покупать. Вот так пишет Хискуни. Длинный комментарий. Есть у него две сильные стороны. Первая. Он полностью устраняет все противоречия. Все абсолютно четыре места, в которых сказано о продаже, которые вроде бы противоречат друг другу, Хискуни показывает, что противоречия нет. На самом деле есть четыре отдельных, четыре совершенно разных сделки. В них участвуют разные стороны. Братья, медианитяне, ишмейльтяне, медианитяне, Патифар. Всё сходится. Проблемы, которые есть в этом комментарии, две. Первая проблема. Ему приходится дописывать, восстанавливать ещё одну продажу, третью, когда ишмейльтяне продают медианитяна, которой в Торе не указано. На это он отвечает, что поскольку эта продажа была сделана в тайне, втихаря, поэтому Торе её и текст Торы поэтому её не фиксирует. И вторая проблема, она вот какая. Когда мы ищем, что на самом деле произошло. Точнее. Мы же не можем знать, что на самом деле произошло. У нас нет никакой возможности восстановить точный ход событий. Потому что, чтобы восстановить точный ход событий, нужно побеседовать с одним из его участников. Точно знал, кому и как и когда он был продан, это только Йосеф. Но поскольку у нас нет возможности спросить Йосефа, кто и когда его продавал, то мы можем строить только здесь гипотезы. Выбирать наиболее подходящую, как принято называть, рабочую гипотезу. Так вот, рабочую гипотезу выбирают по двум критериям. Первый. Эта гипотеза должна объяснить все имеющиеся факты. С этой точки зрения комментарии Хусефа и Скуния блестящие. Все абсолютно, все противоречия снял, все факты он объяснил. Но в рабочей гипотезе есть еще один критерий. А именно, это объяснение должно быть самое простое. Оно должно, первое, логично объяснить все факты. Второе, быть самым простым. Вот с этим этот комментарий хромает. Он все очень логично объясняет, но не просто. Наворочено, накручено получается. И поэтому многие комментаторы продолжают достраивать свои схемы для того, чтобы объяснить этот отрывок Торы. Рамбан. Переходим и к Рамбану. После того, как мы видели Раши и Хискуни, приходим к Рамбану. Пишет Рамбан так. Вот караван и шмельтян приходят из Гильада. Это то, что братья увидели. Когда они подняли глаза и увидели, ездили, как подходят люди из Гильада, то они заметили, что это караван и шмельтян с верблюдами. Каждый ребенок знает, что когда рисуют цепочкой идущие верблюдами, говорят, о, это и шмельтяне, арабы со своими кораблями пустыни, поняли по направлению, куда идут, что те направляются в Египет. Почему? Да потому что то место, из которого они шли, они, кстати, не шли из Аравии, они шли из Гильада. Что такое Гильад? Гильад – это за Иорданией. То есть, это та местность, восточный берег реки Ярден, где сегодня находится Иордания. Так вот, оттуда братья знали, что те товары, которые можно раздобыть там, в Иордании, их обычно везут в Египет. Поэтому по отправной точке, откуда шли те купцы с караваном, братья поняли направление, куда они идут. Поняли, что те направляются в Египет. Ибо из Гильада ведут благовоние и бальзам в Египет. И они смогут сбыть Юсефа в Египет. Таким образом, говорит Рамбан, идея была не только сбыть его ишмаилтян, а идея была сбыть его в Египет. Но если так, то у нас возникает дополнительная сложность. В дальнейших главах видно, что когда Юсеф уже становится правителем Египта, а братья вследствие голода, который возник в Рыце Исраэль, приходят в Египет для того, чтобы купить хлеба, они не ждут найти там Юсефа. По крайней мере, по тексту, то, что Юсеф оказался в Египте, для них абсолютный сюрприз. Абсолютная неожиданность. Почему? Ну, если они сами постарались продать его в Египет, почему тогда для них это неожиданность? Читаю дальше Рамбан. Когда Иуда сказал им, вот эти люди идут из одной далекой страны в другую, давайте продадим их, продадим им, ибо тогда они будут известны. Все отлично. Продадут они его далеко в Египет, сами они потом вернутся к себе в Аравию, это еще дальше. И тогда и с рук мы его сможем сбыть, и все останется шито-крыто, никто ни о чем не узнает. Но когда те приблизились, то увидели, что хозяева товаров, которым принадлежат благовоние, бальзамы, денитя не купцы. То есть, что оказалось? Братья увидели издалека верблюда. Кто ходит с караванами верблюдов? Конечно, арабы. Но когда они подошли ближе, выяснилось, что арабы они только погонщики верблюдов. То есть, они только водители-дальнобойщики, больше ничего. Они просто переводят товар, но товар не им принадлежит. Хозяевами товара, который был нагружен на верблюд, были купцы-медьянитяне, нанявшие верблюдов у измонитян. То есть, они взяли и верблюдов с погонщиками, просто верблюдов, верблюдов с погонщиками. То есть, как любая фирма, которая занимается перевозками, так, она дает и средства транспортные, и водителей. Вот это то, что было здесь. Поэтому издали братья приняли караван за караван и шмельтян. И продали они Йосефа медьянитяну, а те купили его. Хотя, тем самым Рамбан устраняет первое противоречие. Сначала сказано, что братья увидели караван и шмельтян и решили продать его им, а потом вдруг оказалось, что караван медьянитян. На самом деле, Комитарнбан – это тот же самый караван, не так, как Раши, что это другой караван. Да не было никого второго каравана. Караван – он один единственный. Это не то место, как это небольшое междугороднее шоссе, по которому двигаются постоянно сотни машин. Место достаточно пустынное. Тот же самый караван, один другого здесь не было. Он – верблюду были и шмельтян, но те были просто погонщиками, а товар принадлежал медьянитянам, и они и купили. Те купили, чтобы перепродать. А и шмельтяне же, сдающие всем своих верблюдов, не покупают товар для себя. Кто они такие? Они просто водители. Они таким бизнесом, как медьянитяне, не занимаются. Медьянитяне – торговцы, как сказано. Они и купили. А то, что сказано, и продали Юсефа и шмельтянам. Ведь, получается, по нашему стиху, братья продали Юсефа и шмельтянам. То есть, Юсефа отдали в их руки. Кто Юсефа взял? Кто погрузил его на верблюда? Кто отвез его в Египет? И шмельтяне. Только что они были простыми погонщиками. Ведь именно они-то припроводят товары в Египет. И поэтому дальше сказано, и купил его патифарцередворец фараона из рук и шмельтян, которые отвели его туда. Кто действительно физически отвел Юсефа в Египет? Были и шмельтяне. Только они были погонщиками. Ибо в их руках был Юсеф. Но хозяевами-то, с точки зрения юридической, кто его приобрел и кто его перепродал, были медьянитяне. Поэтому и сказано, медьянитяне, Ромбан, как и Раши, отождествляет медьянитян с меданитянами, они же продали его в Египет. Итак, здесь тоже Ромбан устраняет противоречия. Вроде бы всё ладно. В отличие от Хискуни, по комментарию которого получилось, что патифар купил у меданитян, а и шмельтяне поручились за то, что Юсеф – это не краденый товар, а действительно раб, то здесь, получается, и шмельтяне были просто погонщиками, а торговцами, теми, которые купили у братьев и продали патифару, были медьянитяне. То есть, было здесь всего две сделки. Медьянитяне купили Юсефа у братьев, продали его патифару. Продолжает Ромбан, что то, что здесь Тора иногда называет, относит эту продажу к ишмельтянам, а иногда к медьянитянам – это не случайно. Всё, о чём рассказывают в Писании, порой представлено так, что человек – активное действующее лицо, а порой как посланец, через которого осуществляется некое действие. То есть, иногда Тора упоминает здесь ишмельтян, ибо они конкретно занимались перевозкой Юсефа в Египет. Иногда Тора относит эту продажу к медьянитянам, ибо ишмельтяне делали это по указке медьянитян. И тому из примера достаточно. Он приводит первый пример. В книге Малахим говорится. «Так закончена была вся работа, которую сделал царь Шломо для Дома Божия». То есть, строительство храма, получается, что все работы по строительству храма закончили царь Шломо. Очень интересный какой-то храм, но мы-то знаем, что не царь Шломо строил храм, он был заказчиком, а строил его царь Тира Хирам и его работники. Почему тогда говорится, что Шломо закончил? Потому что он был заказчиком, по его инициативе, по его указам делал вся работа. И еще тот же самый Юсеф, герой нашего отрывка. Написано уже в дальнейшем, когда он попадает в Египте в тюрьму, то он настолько нравится начальнику тюрьмы, что передал начальник темницы в руки Юсефа всех заключенных, которые в темнице. И все, что делалось там, он делал. Получается, все, что делалось в тюрьме, делал Юсеф. Как понимать этот стих буквально? А что Парашу тоже Юсеф вносил? А уборку в комнатах? А на хлеборезке он тоже работает? Конечно, нет. Что здесь сказано? Это прямо противоположное, что начальник тюрьмы передал все управление тюрьмы Юсефу. А что значит, что он все делал? Умеется в виду, что все делалось по его указке. Значит, когда… Вот нам два примера. В одном примере те, которые исполнители, царь Тира, Хиран и его рабочие, о действии строительства храма относятся к Шломо, ибо он заказчик. А иногда говорится прямо наоборот, как по поводу Юсефа. Все, что делается в тюрьме, это он делает. Он что значит? Что он физически все делает? Да нет. Он просто приказывает, он дает указания, его указания исполняются. То же самое здесь. Та же самая сделка, а именно покупка Юсефа у братьев и его перепродажа в Египет была сделана одними же теми людьми. Не было здесь многих трех или четырех даже продажки Город Хискуни, всего лишь одна сделка была здесь. Перепродажа сделали ее медьянитяне, заказчики, рука Миш Минитян, которые были погонщиками верблюдов. И всех трех комментариев, которые мы просмотрели до сих пор, они все очень разные. Разное количество сделок они указывают. И разные лица участвуют во всех этих сделках. Все совершенно разные. У них есть один общий знаменатель. А именно, вот этот посылок в начале, который говорит. Между теми медьянитяне торговцы проходили мимо и потянули, и вытащили Юсефа из ямы, и продали Юсефа и шмейтянам, и по Раши, и по Рамбану, по всем этим комментариям до сих пор, кто вытянул Юсефа из ямы, братья. Они вытянули Юсефа из ямы, и они совершили первую продажу. Если так, то непонятно, первое, почему для них оказывается сюрпризом то, что Юсеф оказался в Египте, это раз. Второе в конце написано «И вернулся Рувен к яме, и вот Юсефа нет в яме, и разорвал он свои одежды, и потом вернулся он к братьям и сказал ребёнка «Нет, а я куда я пойду?» А почему он ничего не знает? Если братья, ведь до сих пор все братья участвовали, там их было 9 человек, все они участвовали и в решении бросьте его в яму, и приняли совет Иуды продать его. Почему тогда Рувен? Не знаю, где Юсефа. Вот на этом месте мы перейдём к комментарию Рашбама. Рашбам, звук Раши, объясняет всегда только исключительно «Пшат», не прибегая к Драш, и вот что он пишет. «Братья сели есть хлеб, и были они далеко от ямы, чтобы не есть на крови». Они не сидели рядом с ямой, конечно. Постарались отойти подальше, подальше, подальше. Они понимали, что должно произойти в ближайшие часы. Потом, когда они увидели ишмельтян, стали они их ждать, решили продать. Но ещё прежде, чем пришли ишмельтяне, проходили через это место совсем другие люди – медьянитяне. Увидели его в яме, вытащили его и продали его медьянитяне ишмельтянам. Братья вообще не вытаскивали Юсефа из ямы и не продавали его. Хотели продать? Да. Была такая идея? Была. Но те, кто конкретно сделали это, не были братья. Это были медьянитяне. То есть те, кому был продан ишмельтянам, как было сказано здесь. «И вытащили Юсефа из ямы, и продали Юсефа ишмельтянам». Но кто продали? Ведь, если внимательно прочитаем, получается так. «Вмеж тем медьянитяне, торговцы, проходили мимо и потянули и вытащили Юсефа. Пораши» – здесь не хватает слова «братья». Когда медьянитяне проходили мимо, нужно было бы сказать, что братья потянули и вытащили Юсефа и продали его. Пораши – это только подразумевается. А по Рожбаму, стих этот понимается просто, подлежащие в этом стихе, «вмеж тем медьянитяне, торговцы, вот вам подлежащие, проходили мимо, они же потянули, они же вытащили Юсефа и из ямы, и они же продали Юсефа ишмельтянам». Братья от этой сделки не получили ни копейки. И братья об этом вообще не знали, они понятия не имели, действительно ли он был продан ишмельтянам, попал он в Египет или нет, у братьев не было об этом знаний. Продолжая дальше, Рожбам, проблема есть одна серьезная у его комментариев, ведь когда братья приходят в Египет, и после достаточно долгого развития сюжета и острого очень, Юсеф признается им, что он Юсеф, он открывается им, то он говорит им следующую фразу, «Я, Юсеф, ваш брат, которого вы продали в Египет, вы продали в Египет». Как же может утверждать Рожбам, чтобы братья не продавали его, чтобы те, кто вытащили его из ямы и продали ишмельтянам, были меденитяне, отвечает Рожбам, это надо понимать так, что братья своими действиями привели к тому, что он был продан в Египет. То есть действия братьев были косвенной причиной продажи в Египет, поэтому Юсеф, достаточно косвенной причиной. Вина, безусловно, лежит на ней, поэтому он говорит им, «Я, Юсеф, ваш брат, которого вы продали в Египет». Хотя они формально не продавали его никому, ни египтянам, ни ишмельтянам, ни меденитянам, никому они не продавали, но их действия послужили косвенной причиной продажи. И так, мне кажется, если углубиться в простой, смысл писания, и проходили меденитяне, купцы, то есть они оказались там случайно. У братьев была идея продать его ишмельтянам, конечно, была, но они и они это не сделали. Совершенно случайно подвернувшиеся туда меденитяне, они-то продали его ишмельтянам. Так пишет Рашбам. Вслед за ним также комментирует и Анациев Вемегдава, и Равир. Вот его слова. Так, и стих 28 ясно утверждает, что не братья, а меденитяне вытащили Юсефа из ямы. То есть, если подойти с точки зрения грамматики к 28 стиху, очевидно, ясно, как мы сказали, что подлежащее в нём только одно – это меденитяне. Стало быть, к нему и относятся сказуемые – вытащили его, потянули, вытащили его из ямы и продали Юсефа. Из всего этого врисовывается следующее предпочтительное истолкование всего события. Первое. Братья хотели продать Юсефа ишмельтянам, но купцы меденитяне опередили их. Они вытащили Юсефа из ямы и продали его ишмельтянам. Поэтому у братьев сложилось впечатление, что он в руках ишмельтян. И что же с ним теперь будет? Скорее всего, они увезут его к себе на родину, туда, в Аравию. Они не знали, что ишмельтяне продали его в Египет. При всём при том, вина за то, что Юсеф был продан в рабство, целиком лежит на братьях, поскольку они желали такого оборота событий и с радостью способствовали ему, хотя легко могли отвратить случившееся. Равию подчёркивает здесь ещё одну деталь. То, что Юсеф говорит братьям, что вы продали меня в Египет, не только потому, что их действия были косвенной причиной. Они в любую минуту могли всё это остановить. В тот момент, когда меденитяне вытаскивали Юсефа и продавали его ишмельтянам, в любую минуту братья могли подойти и сказать, извините, что это вы здесь делаете, как вы здесь продаёте, это вообще наш брат. Что ваш раб? Уйдите отсюда быстро. Они этого не сделали, они были довольны таким оборотом событий, поэтому ответственность за всё, что произошло, ложится на них. Теперь как быть с Рувеном? Как быть с Рувеном? Не только то, что он не знает, и вернулся Рувен к яме, и вот Юсефа нет в яме. Для него это было неожиданностью. А если он не участвовал, то почему… Если он участвовал в продаже, почему это неожиданность? Ну, по комментарию Ражбама нет проблем, потому что никто из братьев не участвовал в этом. Но даже по его комментарии остаётся проблема другая. Написано, и разорвал он свои одежды. Потом он вернулся к братьям и сказал ребёнку, нет, а я куда я пойду? Ну, какое отчаяние? Почему такое отчаяние? Ведь он сам предложил бросить Юсефа в яме. А чего он ждал? Что с ним произойдёт в яме? Комментаторы пишут, во-первых, то, что он вернулся сейчас к яме, когда он вернулся, уже после того, как и братья ушли оттуда. Ведь с самого начала его план был план спасения Юсефа, т.е. он хотел, хотя он предложил братьям бросить его в яму для того, чтобы только не проливать кровь, т.е. вроде бы как делаться от него таким стерильным способом, но на самом деле план его был другой, план его был спасти. И вот сейчас, улучив минуту, когда братья уже ушли от этой ямы, он возвращается к яме, не зная, не зная, что произошло, не зная, что была продажа. И поэтому он очень удивлён, что же происходит, не находит там Юсефа. И обращается к братьям. Почему Пораши? Пораши вопрос, почему он не знал о продаже? Ведь Пораши те, кто вытащили Юсефа, были сами братья. Тогда Ровен должен в этом всём участвовать. Почему он тогда не видел? Пораши объясняет, что Ровен отлучился, он ушёл, в момент продажи его там не было. Потому что Пораши даёт два объяснения, почему в момент продажи Ровен отсутствовал. Во-первых, может быть, потому что это был его день, и его очередь прислуживать отцу. Т.е. все братья по очереди прислуживали отцу, и настала его очередь, и он отправился к отцу, поэтому он там не участвовал. Другое объяснение – он был занят своим постом за то, что когда-то расстроил лужи своего отца. Это Пораши. По объяснению Рожбам и Ровежа, как мы уже говорили, нет необходимости в этом объяснении, потому что не только Ровен не участвовал, но и все остальные братья не участвовали в продаже. А как тогда понять его слова братьям? Ведь он-то им, когда он говорил с братьями, давайте бросим его в яму. Как братья его помнили, что идея была в том, чтобы бросить его в яму, тем самым он умрёт, просто мы не будем проливать кровь. А что же он теперь кричит им, а я куда же, я теперь пойду? Урахаима, который объясняет так, что Ровен сказал мне, смотрите, я ведь, ребёнка нет, а я куда я пойду? Я ведь старший. Если мы сейчас вернёмся к отцу, он спросит, а где Юсеф? Скажет, не знаю. Тогда он ко мне, как старший, обратится и скажет, знаешь что? Иди отправляйся на поиски. А я, куда я пойду? Мне же придётся обойти, полмира мне придётся обойти для того, чтобы его искать. Где я его теперь буду искать? Что вы со мной сделали? Как мне теперь быть? Братья приняли его претензию. И читаем дальше Тору, и взяли они одежду Юсефа, зарезали козлёнка и обмакнули одежду его в кровь, и послали разноцветную рубаху, принесли её к своему отцу и сказали, вот что мы нашли, распознай, это рубаха твоего сына или же нет? Теперь вот вам ответ на претензию Рувене и на его опасения. А куда же я теперь пойду? Не придётся ему ходить по всему миру. Почему? Потому что отцу представляется сейчас свидетельство того, что Юсеф погиб, разорванная, разодранная и замазанная кровью рубашка должна будет свидетельствовать, что искать его уже нет необходимости. Так объясняет Урахаев. Правда, можно задать ещё один вопрос, хорошо. Нет необходимости и нет смысла его искать. Он убит. Но ведь, по крайней мере, для того, чтобы предать тело земле, почему бы не искать его труп для того, чтобы его похоронить? Это же тоже очень важно. На это тоже отвечает Урахаев. Сказано дальше в тексте, когда Яков получает уже одежду, и он узнал её и сказал, это одежда моего сына. Хищный зверь сожрал его. Юсеф растерзан, растерзан. Зачем это удвоение? Растерзан, растерзан. Снова Урахаев. Первое. Растерзан имеется в виду то, что он убит. Второе. Он растерзан настолько, что даже нет смысла искать его тело. Поэтому Яков и не делает в дальнейшем никаких шагов для того, чтобы найти тело и предать его земле. Раша обращает внимание здесь, в этом отрывке, ещё на одну деталь. Братья приносят одежду, запятанную в крови, и говорят, вот что мы нашли, распознай, это рубаха твоего сына или же нет. И он узнал её. И сказал, это одежда моего сына. Хищный зверь сожрал его. Почему именно подчёркивается – хищный зверь сожрал его? Притраши, что здесь, то, что здесь было, произошло, это сверкнул в нём пророческий дух. То есть иногда человек говорит какие-то вещи, не очень осознавая, что говорит он сейчас слова «вещие», которые на самом деле в дальнейшем только реализуются. Так и здесь. В будущем на него, на Юсефа нападёт жена Путифара. То есть жена Путифара, которая потом попытается согласнить Юсефа, приравнивается здесь в этих словах к хищному зверю. Сдаёт Раш ещё один вопрос. Если мы прочитаем дальнейший текст. Разорвал Яков свои одежды и припоясался мешковиной и скорбел о своём сыне много дней. И все его сыновья и все его дочери поднялись, чтобы утешить его. Но он отказался утешаться и сказал «я сойду в трауле к своему сыну в могилу». И оплакивал его отец. А если Яков так сильно печалится? Если он так сильно скорбит? Два вопроса у нас возникают. Первое. Почему братья, увидев скорбь своего отца, не сжалятся над ним и не раскроют им правду, что Юсеф жив? Зачем им это нужно? Почему им лучше, чтобы отец думал, что он погиб? Сказали бы, да, он жив, но он только… Вот так получилось, он пробовал далеко-далеко. Второе. Если братья не открывают, то почему Всевышний не открывает? Ведь если уже Яковий сверкнул пророческий дух, если он сам пророк, то пророку Всевышний может открыть. Пророк – это не тот человек, который сам знает при помощи своего пророческого дара, что происходит. Пророк – это тот, которому только Всевышний что-то раскрывает, если захочет. Он захочет, не раскроет. Мы видим, что он не раскрыл. Вопрос тогда. Почему? На первый наш вопрос ответ я накажу Равирша. Почему никто из братьев не пытался пролить живительный бальзам на рану отца, сказав им, Юсеф жив? В четверо Вирш – это потому, что это было бы величайшей жестокостью. В сердцах родителей даже растерзаны дикими зверями, ребёнок не потерян до конца. Мы испорченный ребёнок, хуже, чем прогибший. И если бы братья признали сына, что так и так произошло, и мы продали либо активно, либо были косвенные причины продажи Юсефа, то это означало, что Яков потерял не одного сына, а девять. «Тот, кто не хотел тысячекратно усугубить горе отца, должен был хранить молчание до заводния, когда Юсеф вернётся и радость встречи сгладит в сердце отца тяжесть преступления, совершённого другими сыновьями». В конечном итоге это ему станет известно. Очень может быть, что станет известно. Но тогда, по крайней мере, сбалансируется радость. Встреча с Юсефом сбалансирует горечь от понимания того, что сделали остальные братья. Но сейчас рассказать ему это, в тот момент, скажи ему в тот момент правду о том, что они сделали с Юсефом, Яков ощутил бы, что он потерял не одного, а сразу десятерых сыновей. Это мой ответственный вопрос, почему братья не сжалились над отцом и не рассказали ему, что Юсеф жив? Почему все вышли и не рассказывали «Братия наложили херем?» То есть предали проклятию всякого, кто откроет эту тайну их отцу. Но поскольку херем можно было наложить только в десятерём, а их не было десяти. Было их всего девять. Поэтому они сделали Всевышнего, как бы соучастником. Всевышний здесь как бы дополнил миньян десяти человек. Итак, Яков не знал, печалился, а вот Ицхак знал, что Юсеф жив, но вместе с тем своему сыну Якову ничего не сказал, ибо он подумал, как же я открою Якову, если Всевышний не желает сказать им. Ахатам Софер обращает наше внимание здесь на одну потрясающую деталь. «Братья принесли Якову одежду, запачканную кровью, и не просто кровью, а написано «кровью козлёнка». И тем самым они обманули отца, так что тот поверил, что Юсеф погиб. Здесь, пишет «Хатам Софер». Обратим внимание, про козлят мы где-то уже читали. В истории с Яковом козляты уже один раз фигурировали. Когда Яков по велению своей матери отправился к своему отцу Кицхаку для того, чтобы получить благословение вместо Исава, то тогда он заколол козлят и подал кушанье, сделанное из их мяса отцу. Тем самым выдавая себя за Исава, который в то время направился на охоту для того, чтобы принести отцу дичь и накормить его лакомствами из дичи. Так вот здесь сработало мерой за мерой. Пришлось Якову расплатиться. Точно так же, как он обманул своего отца при помощи козлят, точно так же и его собственные сыновья обманывают его при помощи козлят. Поэтому сказано дальше, что и оплакивал его отец его, то есть Ицхак оплакивал скорбь Якова. Почему он оплакивал? Потому что он понимал, что он сам был замешан в этом деле. То есть Ицхак-то хорошо знал и понял это, что из-за того, что когда-то Яков обманул его, теперь обманули Якова и теперь ему приходится его сыном расплачиваться за то, что он когда-то сделал. Написано здесь, что оплакивал он его долгое время, много дней, сколько это, много дней. Раша делает здесь подсчет. 22 года, то есть в то время, когда произошла эта продажа Йосефа, было 17 лет. Затем он пристает голод перед фараоном, когда ему было 30 лет, то есть 13 лет первые прошли в Египте. Затем, подсчитывает Раши дальше, 7 лет еще был голод, 2 года наступил урожай в Египте и по истечении двух лет урожая в Египте – вот тогда и… Извиняюсь, все сказал неправильно. 7 лет урожая в Египте, 2 года голод, и вот тогда, по прошествии двух лет голода, тогда Яков приходит в Египет, то есть разлука продолжалась 22 года. Случайно? Не случайно. Подчеркивает Раши, ведь 22 года снова мир и за мир. 22 года сам Яков не был дома. Он не был со своим отцом на протяжении 22 лет, которые он потратил в доме у Лавана, когда он работал у Лавана за своих жен и за свой скот, а также время в пути. Все это 22 года мир и за мир, и здесь сработал этот принцип. Заканчивает этот отрывок. Посмотрим в конце. Все его сыновья и все его дочери поднялись, чтобы утешить его. Кто эти сыновья? Ну, сыновья мы знаем. А кто эти дочери? Ведь была всего лишь одна дочь. Раши дает здесь два объяснения. Раби Юда говорит, это спорта наим, Раби Юда говорит, сестры-близнецы родились с каждым из сынов Якова, и на них они и женились. Стало быть, хотя дочери были, они просто не упомянуты, была больше, чем одна дочь Дина, были еще с каждым из братьев, родилась еще сестра, были сестры-близнецы, на них они и женились. Раби Нахемик говорит, нет, такого не может быть. Неверно сказать, что такого не может быть. Этого не было. Из дочерей Кнеана были их жены. Почему также тогда сказано, что все его дочери подняли, чтобы утешать его, нужно было бы сказать невестке? Да потому что человек нередко называет зятя сыном, а невестку дочерью. Спор, который здесь возникает, приводится к Раши, по серьезному вопросу. Мы знаем, что Авраам очень серьезно настаивал на том, чтобы никто из его семьи не женился на женщинах из местных, из Кенаани. Тогда вопрос хорошо. А на ком же тогда женились сыновья Якова? И вот здесь мы находим два мнения, спор Раби Юды и Раби Нахемия. Действительно ли женились сыновья Якова на дочерях Кенаана или же это были их сестры-близнецы? И еще один вопрос. Что значит, после того, как написано все его сыновья и все его дочери подняли, чтобы утешиться? Но он отказался утешить. Почему он отказался утешиться? Объяснение Раши. Всевышний создал человека так, что память о самых тяжелых событиях слабеет, уходит из сознания человека. И поэтому даже самая тяжелая утрата, которую люди переживают, через год, через двенадцать месяцев она уже теряет свою остроту. Человек утешается по прошествии года после того, как умирает даже очень близкий к новому человеку. Но это только при условии, это милость Всевышнего и при условии, что человек действительно умер. Всевышний создал психику человека таким образом, что умерший человек уходит из его, не совсем уходит из его памяти, но, по крайней мере, острота потери ослабевает. Но только когда умерший человек. А поскольку Юсеф жив, он не умерший, то Яков не может утешиться. Правда. Проблема в том, что написано он отказывался утешиться. Параши, по идее, нужно было бы сказать, что он не мог утешиться. Ну, значит, отказывался утешиться. А вот Сфорно говорит здесь так. Он отказывался утешиться, он и не хотел утешаться, потому что он чувствовал свою вину за то, что произошло. Ведь если бы он не послал Юсефа к братьям Шхем, ничего бы и не было, как он считал. И только из-за того, что он не осторожно послал Юсефа, все и произошло, поэтому он не хочет ни в коем случае утешиться для того, чтобы не забыть о своей вине во всем этом. И, наконец, последний стих в нашем отрывке «Амедоним продали его в Египет Патифару начальнику». У Мясников есть самые-самые разные комментарии и переводы точнее, кто был конкретно Патифар. Одни говорят, имеется в виду начальник Мясников, другие говорят, что это был начальник телохранителей, а Ункилус переводит даже, чтобы он был начальником палачей, был старшим палачом. Раши объясняет здесь Мясников, он был начальником Мясников, т.е. людей, которые резали царский скот. А Гурярий объясняет, почему Раши не согласен с переводом в Ункилуса, что речь идёт о палачах, потому что если уже проведение позаботилось о том, чтобы на пути в Египет Юсеф не ощущал отвратительный запах керосина, которым обычно торгуют арабы, а на этот раз они везли с собой благовоние, то уж, скорее всего, должно было проведение позаботиться о том, чтобы Юсеф не попал к человеку, который работает у фараона палачом. Именно поэтому Раши объясняет, что речь идёт именно о мясниках, не о палачах, а о мясниках. На этом мы сегодня закончим, а уже на следующем уроке мы будем разбирать историю Иуды и Танар.